Подобные приемы проводятся в разных районах Сочи, а также в Туапсинском и Белореченском районах. Проблем у людей много и к депутату жители идут уже в том случае, когда отчались самостоятельно решить вопрос. Вот, например, острая тема мигрантов относительно получения российского гражданства. Мать с сыном родились в Новосибирске, но жили много лет в Грузии. Однако отказ от грузинского гражданства до сих пор получить не могут. Мы не знали, что у нас есть грузинское гражданство, потому что мы в 2004 году оттуда вообще выехали. Мы не знали, тогда вот во время войны никаких не было. Местиций не было. В то время было только выписка и убыной листок. Мы это брали, все это. Когда мы сюда приехали, мы купили земельный участок, на то, что возможно было, то, что даром отдали в Грузию четырехкомнатную квартиру. Таким людям, говорит Константин Затулин, которые в силу распада Советского Союза и межэтнических войн оказались толком без гражданства, конечно, помочь надо. Как депутат Государственной Думы Константин Затулин выступил с рядом законодательных инициатив. Тут граница у нас рядом, поэтому здесь многие люди осели, особенно когда были конфликты в Абхазии, в Грузии и так далее. И как раз по вопросам гражданства я работаю в комитете уже в четвертый раз в одном и том же, четвертый раз депутат, а четвертый раз в комитете по делам СНГ и связям соотечественниками. И как раз с первых дней пребывания после избрания в сентябре прошлого года я уже три законопроекта внес. Один из них подписан президентом, вступил в силу, а два других сейчас в процессе рассмотрения. А депутат предлагает убрать лишние препятствия в федеральном законе о гражданстве Российской Федерации. Например, обязательное получение справок от иностранного государства. Обращались сегодня к депутату и по поводу трудоустройства, и получения жилья, и обманутые дольщики обивают пороги. Любое обращение, заверяет Затулин, будет рассмотрено. Приемы проводятся каждый месяц.